Когда вышел клип на трек хайпем, вот это вот вообще каждый комментарий, типа вот чувак, вообще ребенок, у него там вертолет, яхта, блядь, но клип стоил 100 тысяч рублей, его весь бюджет, ты представляешь, насколько это мало для клипа, если ты там условно, ты там 20, я помню, что я типа 20 тысяч заплатил оператору, там 10 тысяч я заплатил человеку, который монтировал, вертолет стоил 15 тысяч рублей в аренду, вот то, что его выкатили. Чтобы он взлетел, стоило еще 40, и когда, то есть это была половина бюджета всего этого клипа. С таким можно и постоять. Люди, не знаю, восприняли, что это невероятно дорого стоит, но, блядь, конечно, да, это была арендованная яхта, и арендованный вертолет, это ясно и понятно, и западные рэперы, они тоже все арендуют, у них не 800 тачек, у них есть какая-то крутая тачка, несколько может, но они не будут ее снимать в каждом клипе, ее одну, они арендуют другие тачки. Это скорее просто показатель того, что ты можешь позволить себе такой лайфстайл, вот и все. Вот, и я за, типа, 9 лет не слышал ни одного аргумента, который бы вот эту вот, значит, теорию, что у меня богатые родители, он как-то бы оправдал, подтвердил и так далее. Поэтому, ну, блядь, там пишут все, что угодно, очень просто повесить ярлык, если ты не понимаешь, малой пацан какой-то, откуда у него могут быть деньги, вот оттуда. А если задуматься, что 100 тысяч для клипа это вообще ничего, ну, типа, просто это капля в море, ты можешь заплатить там одному, если мы говорим про нормальный уровень, как сейчас, ты можешь там одному оператору 100 тысяч заплатить за его смену. Одному, а там команда 20 человек работает, там в среднем клип, какой-нибудь средний, мне кажется, более-менее нормальный клип с нормальной командой продакшен будет там минимум ляма 2 стоить, 2,5 можно. Поэтому 100 тысяч для клипа это вообще ничего, ну, он и выглядит так, по-моему. Спасибо.